Екатерина 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 У нас единая система подготовки, как наша внутренняя стажировка, так же у нас в правительстве Москвы, в Министерстве государственного управления, есть такой центр подготовки специалистов, система дистанционного обучения. У нас постоянно проводятся вебинары, проходят проверки знаний специалистов. Впрочем, решить свой вопрос в МФЦ можно и самостоятельно. Для этого в зале есть доступ к порталу госуслуг. Чаще всего им пользуются пожилые люди. В случае возникновения сложности специалист центра всегда готов помочь. Вы заходите на госуслуги, вводите логин. Логин – это обычный номер телефона или номер СМИЛСа. Пароль вам приходит сначала СМС. Это он считается за одноразовый, для временного входа. Затем вы меняете его на постоянный. Этот МФЦ стал восьмым в Одинцовском округе, а сейчас в муниципалитете работают 104 окна. Время ожидания очереди составляет менее пяти минут. Это при том, что еще два-три года назад руководство многофункционального центра старалось снизить его хотя бы до 12,5. Мы дальше планируем открывать дополнительные офисы, для того, чтобы сделать государственные услуги комфортными, качественными, чтобы время ожидания было минимальное, ну и, конечно, доступным. Новый офис МФЦ в Голицыно находится по адресу улица Советское, строение 1Б. Он работает с понедельника по субботу включительно с 8 утра и до 8 вечера. Продолжение следует...